Так, всем привет, с вами Добгай, и мы начинаем играть за Францию в Millennium Down. Собственно говоря, Франция страна достаточно интересная, у нее есть три своих собственных пути, свобода, равенство и братство, что-то вроде демократического, коммунистического и националистического пути. Я посмотрел, что тут где дается, мне очень понравились бафы, которые даются при националистическом пути, здесь можно возвести на трон Бонапарта заново и начать исполнять мечту Наполеона. Здесь очень классные бафы к армии, очень классные бафы к экономике, собственно говоря, по этому пути мы и пойдем. Но сначала, конечно же, нам стоит привести нашу экономику в порядок. У нас, в принципе, неплохая сейчас экономика, мы в плюсе находимся, конечно, у нас очень большие расходы на социальное обеспечение, это самая большая статья расходов, она у нас, собственно говоря, на последнем уровне находится, мы чуть попозже сократим это, пока что я использую политическую власть отсюда, чтобы нам рост ускорить, избавиться от коррупции, и затем уже можно где-то смотреть, где мы можем что сократить, потому что кроме политической власти здесь нам особо много чего полезного не дается. Ну что ж, начнем. Вот у нас, наконец-таки, подкопилась политическая власть, и мы улучшаем наше экономическое состояние. Здесь мы скоро достроим инфраструктуру и начнем уже производство гражданской промышленности. Как можем видеть, так мы, в принципе, будем делать везде. Из-за того, что в этом моде стоимость намного повышена, то здесь, в принципе, достаточно эффективно сначала построить инфраструктуру. И вот мы достигаем, наконец-таки, экономического бума. Тратим на это, конечно, деньги, но это все окупится. Тем временем из интересных событий в России уже пришел класть Жириновский, и, как можем видеть, влаги уже поменялись на имперские. А это значит, что в один момент, рано или поздно, Россия дойдет до войн с соседями. Посмотрим, чем это обернется. И вот мы, наконец, исправляемся от последних уровней коррупции. Прекрасно. По промышленности мы тут чуть прошли. Взяли очень приятный бонус на величину налога. Здесь у нас есть величина налога. Ускорили еще гражданские фабрики. У нас неплохой бонус скорости строительства. Начинаем ускоренно строить фабрики. Собственно говоря, сейчас выйдем побыстрее вот сюда, чтобы уж начать нашу нужную партию, продвигать вперед. И затем постараемся также побыстрее начать брать территории, потому что нам очень нужны ресурсы для производства. Итак, вот она. Франция поддерживает фратернит. А за это мы взяли как раз-таки братство. Стоит пойти вот сюда, чтобы дойти до как раз-таки сильного парня бафа. Здесь очень много бафов на политическую власть, а в этом моде политическая власть очень нужна, потому что мы тратим везде, где только можно. Знаете, пока что я, наверное, не буду брать фокусы. Они нам не так-то много чего и дают. Но, допустим, вот эти точно стоят здесь пораньше. Сильный парень. Здесь просто... Что тут у нас популярность. Ну и чтобы в этот раз нужно взять популярность, поэтому отсюда она будет капать, и отсюда она уже капает. Итак, мы наконец-таки экономику нашу поменяли на глобальную торговую экономику и сделали самый маленький налог. У нас уже только 22% фабрик занимаются непонятно чем. Общее количество уже подросло до 35. Собственно говоря, можно идти только вверх и вверх. Скоро у нас уже будут два слота на время строиться, и это очень приятно. В Америке открывали Всемирный торговой центр. Собственно говоря, мы можем поддержать Америку, либо можем сказать, что Америка была не права и получить популярность националистов. Именно это нам нужно, поэтому этот выбор мы и принимаем. Мы тем временем уже сделали твердую руку, так что движемся к национальному фронту. А вот и США просто у нас с помощью. Помочь с талибами. И в целом я бы, наверное, им не хотел бы помогать, но альтернатива это будет потерять политическую власть, либо стабильность. Так что придется помочь. А вот подъехал интересный вопрос. Что мы хотим? Императоры или просто национальный фронт? Ну, конечно же, император изучает поинтереснее. У нас тут прошли выборы, и, собственно говоря, национальное объединение в коалиции с объединением за Францию образовали новое правительство. А это значит, что демократы очень сильно спадут в ближайшие годы. Как можно видеть, минус 0,09 уже, собственно говоря, а нейтралы с национализмом будут на коне. А вот оно, возвращение императора, реставрация Бонапарта. Ну, и национальное объединение и так становится правящей властью, но... А, ну все, в принципе, коалиции-то и нету, потому что у нас больше и нет выборов. Прекрасно. А вот и пришли последствия. Из-за того, что мы поменяли нашу политическую партию, нас выкидывают из НАТО. В принципе, что с этим поделать? Ничего. Но мы все еще находимся в Евросоюзе. А первые наши боевые действия начнутся в Эфиопии. Поскольку мы тут потихоньку влияем на Эфиопию, очень, я бы сказал, даже уверенно, я решил отправить сюда наших добровольцев. Разрешается отправить только одну дивизию из-за лимитов, но, тем не менее, это уже неплохо. Плюс, конечно же, наша авиация. И мы сейчас поможем Эфиопии закончить войну, а сами получим чуть-чуть еще военного опыта. Почему бы и нет? Отправили им туда спецназ. Шаблон вот такой вот. Вначале были вообще только отнесли специальное назначение, но я чуть-чуть улучшил этот шаблон. Забавно, что мы, я так понимаю, захватили российское снаряжение. Вот эта страна, видимо, Россия в один момент поставила снаряжение, а теперь мы его перехватили. Забавно. Они тем временем заключили белый мир. Забавно. Когда я играл на других странах, такого никогда не было. Видимо, это из-за того, что начались какие-то действия, либо это просто какой-то рандом. Пробовали мы сделать в Эфиопии переворот. у нас это не совсем получилось, как вы можете видеть. Получилась гражданская война в итоге. Но ничего, мы не можем отправить добровольцев. А! Вернуться добровольца из этой страны. Да, мы сейчас сразу отправим добровольцев в тех, кого мы поддерживаем. И уже наши идеологи мы сможем спокойно сделать марионеткой. Мы уже неплохо развелись. У нас уже достаточно гражданских фабрик. наш долг уже вот-вот будет выплачен. Сейчас мы конечно доход у нас подубавился, потому что у нас сейчас пропаганда идет. Но в целом доход у нас уже стабильный. А это значит, что мы готовы выходить из ЕС. А я бы оставался и дальше в ЕС пока что, если бы это было возможно. Но, к сожалению, мечту Наполеона можно осуществить только покинув. Реферианом готов. А 3 часа нато автоматически выполнилась, потому что нас уже изгнали оттуда. и вот мы идем к мечтам Наполеона. Кстати, мы должны вот-вот выйти из Евросоюза, но пока что этого не происходит. Также мы отправляем в космос новенькие спутники, которые мы тут построили. А это означает, что мы можем перейти на 0,5 GNS и получив лучшие на много бонусы. Вот и готова мечта Наполеона. Очень классный баф. Обе Сицилии. В Италии произошло что-то непонятное и интересное. Здесь выделилось поддание. я обе Сицилии первый раз такое вижу. Причем правитель там тот же. Для меня вообще непонятно что произошло. Может баг, может еще что-то. Но тем не менее. Мы здесь уже готовим высадку в Тунис, как мы можем видеть. Еще 100 дней она будет подготовлена. Именно с Туниса мы начнем сражение в Северную Африку, а потом с фокусами будут сражение в Западную и Южную Африку. собственно говоря именно Африка должна позволить нам нашу промышленность поднять на ноги. На данный этап несмотря на то что у нас казалось бы неплохая промышленность у нас 67 фабрик даже у соседней Германии больше. Россия конечно не сильно впереди но вот Китай космический впереди и США космический впереди. Соседи примерно на нашем уровне плюс-минус. А это значит что нам нужно срочно за счет чего-то вырваться вперед. Принято решение чуть-чуть урезать социальное обеспечение потому что они тратят очень много денег но дают не так много столько политическую власть. Собственно говоря то о чем я говорил в самом начале. Итак у нас Казбер готов мы собственно говоря готовы начать выставку но я думаю восстановление нашей колониальной империи начало по крайней мере восстановления мы уже начнем в следующей серии на эту серию уже хватит мы нашу экономику очень неплохо оживили фабрику очень неплохо построили в игре уже прошло целых 5 лет я замечу здесь у нас также очень много стоит уже компаний мы потихоньку проникаем в Южную Америку потому что там очень важны для нас ресурсы а также в Австралию ну и в некоторые страны Африки хотя в целом я планирую именно завоевывать Африку в Италии произошло непонятно что в России правит Жириновский пока там ничего особо не происходит но наше влияние там есть так же как в Китае и в США мы потихоньку туда тоже проникаем вот а на этом я думаю серию пора заканчивать так что с вами был Дубей подписывайтесь на канал ставьте лайки все как обычно до скорых встреч пока